Дорогие друзья, всем привет! Доброе утро, воскресного дня! Многие девчонки меня спрашивают, как и сколько и чего я делаю себе кашу овсяную на завтрак. Ну, во-первых, я насыпаю на глаз примерно, ну, объем вот знаю, какой мне нужно. Потом сразу солю солью адыгейской, либо обычной, и заливаю кипятком. В каком объеме? Ну, опять-таки, все на глаз. Нужно, чтобы вода покрыла кашу, ну, где-то, наверное, на сантиметр. Потом закрываю это дело крышкой, и стоит она у меня 10-15, а лучше 20 минут. Тогда она хорошо прям так запаривается, вот, становится вкусной. Так, сейчас ложечку возьмем и сразу размешаем, чтобы соль... Значит, нужно размешать, чтобы соль разошлась, а то она комками бывает потом, в одном месте. Соленого, в другом пресно. Вот так вот помешала, помешала. Ну, вот примерно так это как-то выглядит. Если я воду переливаю, вода лишняя не уходит из каши, там, допустим, не впитывается, не успевает, я ее просто сливаю. Я не люблю, когда вода стоит в кашу. А потом добавляю масло, и все. Ну, и потом, смотрите, хлопья тоже бывают разные. Если вот прям геркулес-геркулес такой прям, да, то, конечно, она получается такая более твердая. А если эти такие вот хлопья, которые не предназначены для варки, конечно, консистенция в кашу превращается просто моментально. Ну, все, крышкой накрываем и ждем, когда пройдет 15 минут или 20. Ну, все, у меня достаточно заварился геркулес. Вот ложка масла, сейчас размешаю, буду есть. Все, собственно, никаких трудностей нет. Ну, понятно, надо привыкнуть к ней, это не просто так все. Сначала она в меня не лезла вообще никак, просто себя заставляла. А привычка потом уже выработалась. Мне нравится. Ну, еще яйца вот сварила на завтрак. Понятно, это все я не съем, сейчас вот одно или два яйца маленьких съем, и все. Буду делать блинчики. У нас такая радость, молотки занеслись. Яички, конечно, маленькие такие, вот они. Прям в два раза меньше, наверное, чем от кур взрослых уже. Такая у нас вот радость. И сейчас сделаю блинчики, яички, положу много. Прелесть будет, вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Пока я блинчики жарю, Саша вчера поставил молоко топиться. И будем делать ряженку, да, Саша? Это ты сейчас добавил уже культуру и размешиваешь. Ваня, включи свет. Командир-то нашелся. Так что вот баночки ты уже закипятил? Баночки, да, уже покипятил. Вот, и зайчик, зайчик, зайчик. Зайчик, отойди, а то сейчас я на уши налью на твои. Молоко, как раз вообще шикарное, классное. Это что такое? Да, пеночка такая классная получилась. Жирная вот эта ряженка получилась. С пеночкой. Тут кому-то не очень нравится на самом деле. Ну, как поспрашиваю людей, говорят, да нет, оставь, мы любим пенку. Не, мне очень нравится. Пенка вкуснее, на мой взгляд. Молоко очень жирно. Вкусно. Во что играешь, Ваня? В машину. Смотри, машинка вот эта зайчика везет. А куда зайчик-то везет? Куда-туда. Ну, куда-туда. Вот сюда. Угу. Вот сюда. И он побежал уже вон туда. Прятаться пошел, да? В норку свою. В норку прячется? Да. И мама тоже, я вот в норку. Она тоже в норку спряталась. Видите, спрятались. Так, пусть они там живут. И мы их тоже туда снимем. Играет ребенок, мой Халя. Восей, играй, играй. Муж сегодня проснулся в отличном настроении, потому что собрались делать сыр. Вот как раз применение наших канистр, которые покупали у нас в сельском магазине, специально как раз для хранения молока. Каждая по 20 литров, в итоге где-то 40 литров будет. На эту тему будет отдельный ролик. Сейчас я буду снимать сливки, потому что молоко очень жирное. Вот коровы начинают телиться, и молоко, конечно, просто шикарнейшее. А в сыре много жира быть тоже не должно. Получится свое масло. Так что открываю и буду сейчас снимать сливки. Ну вот набрала сливки, сейчас поставлю сразу делать масло, потому что молоко уже хорошо постояло. Сливки отстоявшиеся, поэтому можно смело делать. А так, если у вас свежие сливки, то они должны несколько дней в холодильнике постоять. Иначе масло будет очень плохо взбиваться. Все. И еще йогурт сегодня делаем. Да, параллельно с сыром еще и йогурт. Не с сыром, а с ряженкой. Ты не путай, пресс-кислый. Сыр это вообще отдельная история. Понимаешь? Да. Короче, вот на мочи. На поверхности она должна постоять и намокнуть. Все. Стерилизуем тару под йогурт пока. Набухает там все, да? Банночки составляем. Сейчас сюда будем разливать. И йогурт. Да, Саша? Да, да. Масло взбилось. Теперь нужно формировать комки. Сейчас приготовлю ледяную воду и буду доделывать. Ну вот, сейчас буду комочки брать. Вот такие вот и в ледяную воду. Кстати говоря, это неделя масляничная начинается. Пахта прекрасно пойдет на блинчики. Теперь самая главная задача выгнать пахту всю. Короче, буду лепить клопки. Начинаем формировать уже комочки. Кладем по пакетам и будем взвешивать. Так, у нас получилось было 5 литров отобранных сливок. Вот посмотрим, что получилось. Так, 278. Один комочек. Рядом кладем второй. 506 граммов. Итого. 796 граммов. Ну, в общем, даже очень даже неплохо. Ну, еще бы. Что это плохо? Это в любом случае побочный продукт, который раньше у нас и не учитывался. Масло взбивается, дети обедают. Ваня сам кушает? Да. Ой, какой Ваня молодец. Вам такой вкусный суп сварила. И блинчики пожарила. Или уж пиццу доедает. Да, сынок? И будет собираться в город скоро. Ну, что же нет? Да. Ему учиться надо. Ванечка, давай, сынок, кушай, кушай. Кто большой мальчик-то, а? Кто большой мальчик? Ваня большой, сам кушает. Давай, сынок, все. Ребята на тебя смотрят. Ой, как смотрят, как ты кушаешь. И напишут потом в комментариях. Давай, давай, сынок, кушай, кушай. Мне напишут. Тебе, конечно, напишут. Ты же кушаешь хорошо. Напишут. Какой Ваня большой мальчик. Сам кушает. Че у тебя царапинка на лице? С кошкой, что ли, играл? М? М? Нет. Кошка тут спит целый день. Ну, кушай. Вышли на улицу. У нас плюс. Плюс три, ну, что-то ветер поднялся. Саша утром выходил. Говорил, что хорошая погода. Но с ветерком дети вышли прогуляться немножко. Говора тут потоптаться. Нам пойти посмотреть, что они там делают. Вот он, вот он. Швондер. Эй, Швондер. Тихо, 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 не торопись. Ты мустанин поправь. Иди сюда. Ребят, смотрите! Чего смотреть-то? На дырку. Ой, дырка там. Я увидела дырку. А че ты измороз какая-то? Влажность. Да нет, какая-то измороз. Ветерок. Чего? Все вылезли. Планировались мы с ним, планировались сегодня. Но когда есть дети, никаких планов. Жизнь под детей вся подстраивает. Сейчас за Илюшей брат должен заехать. Вот пока все бросили, все дела. Быстрее кошелки собирать. Тут Ваня кричит, гулять хочу. Короче, они поели, вышли на улицу. Мы с Сашей тем временем сумки быстро собрали. Сейчас Санек приедет. Илюша в город. Ваня домой. А я ведь сегодня еще на КВН иду. А я еще сегодня сыр варю. А я на КВН иду еще. Еще яйца собрать надо. Иди, собирай. Ребята! Чего? Смотрите. Смотрим, смотрим. Смотрите, как я здесь. Папа Ваню одевал. Что-то шарф не пойми, как одел. Папа! Да. Что в маму врезался, а? А я. А я, я. Смотрите, ребята! Тихо, 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 тихо. Опа! И не попала. Мама отошла. Смотрите, как я гонюсь. Смотрите. Ну все, ребята, что стали смотреть, как-то гонюсь. Эй, гонюсь. Ванюсь, гонюсь. Я лед не могу никак заскучать. Заскучать лед никак не может. Ну ладно, гуляйте, все, мы дальше поскакали делать. За второй партии сливок получилось 878 граммов масла. Причем, если учесть, что самих сливок там было на литр меньше. Как-то так, странно получилось. Ну да ладно, теперь у нас масло. Ажин. Почти полтора килограмма. Полтора килограмма, да. Да супер вообще, мы будем есть его два месяца. Ну да. Если не больше. Кстати, говорят, можно для вкуса немножко сольки добавлять, вот кто любит. Ну там рецептов много, было бы масло, а там уж кто что хочет.